За это служение слава Господу, братья и сестры, поможет нам Господь. Читаем месяц еще написания. Это Евангелие от Луки, 18 глава, 39 стих. Евангелие от Луки, 18 глава, 39 стих. «Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня». Я хотел о другом немножко говорить, если было бы возможно сегодня, но так как время уже нас не так много, и брат прочитал место, брат Валентин, за именитых людей. Братья и сестры, а как каждый о себе скажет, я именитый или нет? Я вам скажу, братья и сестры, мы часто переживаем за наш авторитет. Я смотрю, и вот книги, Библии, вот много написано таких мест. Это голос Бога, а не человека. О Бироде говорили, и он не воздал славу Богу, и был сразу поражен. И тяжелая смерть его. Мы часто переживаем за наш авторитет. Я думаю, никто его так не опустит, как мы сами. И никто его так не подымет, как мы сами. Чем опускается наш авторитет и чем подымается? Братья и сестры, из книги Священного Писания мы видим, что авторитет наш опускается, когда нам тяжело признать свою вину. Когда тяжело попросить прощения. Как тяжело. Вы помните, одна история такая, здесь на этой кафедре брат говорил, что один брат нуждался, чтобы Господь крестил его Духом Святым. И долгое время молился, и никакого результата не было. И потом так при беседе, он говорил, он сказал, ну, я вроде бы и в церкви делаю. Да, и развитый человек. Ну, он получил Духа Святого, крещен Духом Святым. Он два цента не стоит. Ну, а я? Говорит, брат, когда ты одного не будешь стоить, тогда ты получишь. Когда ты опустишься ниже его, вот тогда ты получишь. Если он получил, опустись на этот уровень. И еще ниже опустись. И, братья и сестры, я думаю, что сейчас вот такое время, когда каждый переживает за свой авторитет. Здесь, в Америке, очень большие штрафы или большая компенсация, когда личность унизили, авторитет унизили. Мы раньше не переживали за авторитет. А сегодня христианы переживают за свой авторитет. За то, чтобы никто не сказал в адрес мой ничего плохого, а только хорошее. Вот это проблема сегодняшнего христианина. Божество говорит, как вы можете веровать? Как вы можете веровать, когда принимаете славу друг от друга? Братья и сестры, а мы славу хочем принимать. А безславия нет. Ну, не так ли, братья и сестры? И я смотрю, люди именитые, брат прочитал, их знали, об их знали. Они были их старшими в коленах, или их помощниками, заместителями. И они восстали. И, братья и сестры, Божество говорит, гордость предшествует падению. На кого прогневается Господь? Тот попадет, и написано, куда попадет. Братья и сестры, мы с братом Петром Долиным, была у нас возможность быть, я говорил об этом уже когда однажды, быть в Корее. И мы посетили большой завод. Там делают моторы. Моторы на газе. И мы смотрели, там, конструкторское бюро, потом испытательные отделы, где испытывают это все. И так ходили. Нас этот директор водил, показывал. Большие доходы, там много людей работает. Но когда утром мы пришли на собрание, он разносил кофе и чай присутствующим. Ну так, брат Петро, мы посмотрели. Я просто смотрел и смотрел. Вчера он, ну или я говорю просто вчера, но перед этим, не помню уже сколько день, а может даже вчера было, не помню. Но перед этим он водил и показывал цеха, людей столько. Каждому нужно зарплату платить. Мы пришли в кухню, там нас ухажали, там поворотов очень много. А на следующий день он с подносом спрашивает, вы будете чай? Вы будете кофе? Я посмотрел, о да. Братья и сестры, это прошло уже несколько лет с этого времени, но оно передо мной всегда стоит. Когда был Христос на земле, Бог на земле, Он омыл ноги ученикам своим. Вот это авторитет. Божье слово говорит, Господь кому дает благодать? Смиренным. Те, которые смиряются. Те, которые пред Господом унижаются. Шедшие впереди, никто с братьев, может, трудно будет говорить такое слово, потому что это касается больше всего нас. Но я думаю, это касается всех людей, которые переживают за свой авторитет. Шедшие впереди, порядок наводили. Ты говори, а ты молчи. Не Христос это делал, а шедшие впереди. А угодно было это Господу? Конечно, нет. Они ответят за это? Конечно, да. Ответят. Придет время. А ты почему? Сказал ему, молчи. Вартиме не слушал этих шедших впереди. У него была нужда, и он кричал. И еще после этих вразумлений, извините такое слово, еще сильнее кричал. Господи, помилуй меня. Иисус, сын Давидов, там другие места священного Писания. Братья и сестры, те люди, которые не переживали за свой авторитет, они были благословенны. Да, мы возьмем Давида и Саула. Саул таких грехов не сделал, как Давид, но он сильно переживал за свой авторитет. И Господь отринул его. А Давид, пришел к нему пророк, склонил голову. Да, виноват. На пол, налег, на землю. Братья и сестры, давайте еще, уже у нас время сейчас молиться, давайте еще вспомним, когда Давид, ковчег Господин нес. И ковчег входил в город. Он там радовался. Царь Давид, простая льняная одежда, радуется. Милхола посмотрела. А я бы так никогда не сделала, как он. А я бы так никогда не поступила бы. Тут царь, а тут женщина, входит муж ее, царь в дом, она говорит, ну что ж ты сегодня? так опустился, так обнажился, пред всеми людьми. Ты же царь, держи свой авторитет. Она говорит, пред Господом еще больше не чужусь. А в глазах народа я буду славить. Пред Господом еще... И Господь любил его, братья и сестры. И Господь обращал на него всего. Ты сегодня, дорогой друг, переживай за свой авторитет. Переживай, чтобы у них было. И если ты чувствуешь, что есть грех, есть беззаконие, любыми путями удали это все. чтобы Господь Господь тебя назвал своим сыном и дочерью. Братья и сестры, и тогда будет благословение в нашей жизни. Тогда будет милость в нашем доме. Наш авторитет в наших домах не мы будем поднимать. Жена наша, дети наши. Брат дорогой, ответственный за участок, члены церкви на участке. Как прекрасно мне слышать, как пастору, брат Виктор, я хочу, чтобы брат участковый, он много был раз в нас дома. Он молился, он в пасе был за наш дом. Пусть он пройдет. В нас радость, в нас обручение. Мы дом купили, чтобы помолился с нами вместе. Кто-нибудь служит и наш участковый. Как прекрасно мне слышать это. Когда, когда, братья и сестры, наши дела или наше смирение поднимает нас. А не только мы сами можем о себе много чего говорить, медалей нацеплять здесь, орденов. Это поднимет нас? Нет, братья и сестры. Поднимет нас смирение, когда мы когда мы смиряемся пред нашим Господом. Господь смиренным дает благодать, возвышает. Смиренный Господь. Написано, он был унижен пред людьми, он был презрен и умолен пред людьми, но Господь его поднял и дал ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. Их злодеям, их злодеям причем был. Братья и сестры, мы живем в этой стране, где авторитет делает деньги или дом большой, который мы построили, или дорогая машина, которую мы приобрели. И часто можем гордиться этим и хвалиться. Самое главное, братья и сестры, не авторитет в глазах людей, а авторитет в глазах Господа. Это мой сын, это моя дочь. Господь обратился к лукавам и говорил, обратил ли ты внимание на раба моего и яба? Нет такого на земле, как он. Вот это авторитет в глазах Господних. Господь обратил внимание и свою на Ноя. Дорогой друг, хорошо, если Господь обращает на меня свое внимание. Я есть послушанная жена моего мужа. Может, муж не оценит так, сестра, твое послушание, но Господь оценит. И Господь благословит. Брат дорогой может на работе или в церкви не заметит тебя. Главное, чтобы Господь заметил. Важно пред Господом. Пророков их авторитет опускали, их старались пренебрегать, поношение, тюрьмы, но Господь говорит, те, которых весь мир не был достоин. А когда они жили, они говорили, ты позоришь нас. А Господь говорит, всех, которые весь мир не был достоин, скитались в мелотях и козьих кожах. Они стремились к лучшему, то есть к небесному, и Бог не стыдился называть себя их Богом, ибо Он приготовил для них город. Благослови нас, Господь, братья и сестры, живя в этой стране, не переживать за свой авторитет, переживать за то, чтобы не потерять сыновство, не потерять того, чтобы Божьи сыновья и Божьи дети, для того, чтобы был свободный вход, когда зовущий позовет и все, которые называются, нет, все, которые есть Божьи дети, они выйдут туда, слоним колени помолимся. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова